В Бейске больше десятка мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Практически все они были созданы в разных районах города годовщином Дня Победы. Наша страна, Советский Союз тогда назывался, потеряла очень большое количество людей. Во всяком случае, по новейшим данным, это 30 миллионов. Поэтому по всей стране начали сразу же после Великой Отечественной войны, люди стали мыслить о том, как сохранить память дедушек, бабушек. Для того, чтобы выбрать художника, который бы создал эскиз главного мемориала Вечного огня, в городе даже объявляли конкурс. А часть деталей добывал герой Советского Союза Михаил Москаев. Затем стали появляться все новые памятники и стелы с именами погибших. По данным историков, из Бейской зоны на фронт призвали порядка 25 тысяч человек. Половина из них домой не вернулись. Предприятия, которые играли большую роль в экономической жизни города, такие как тестильная фабрика, это одно из первых наших предприятий, дореволюционных, которые работают до сих пор. Конечно, из каждого предприятия шли работники данного предприятия на фронт. И погибшие тоже, естественно, были. И поэтому предприятие на свои средства вносило для того, чтобы построить вот такой комплекс, какой вы видите перед собой. Котельный завод, СИП-Прибормаш, машиностроительный завод помнили о героях. Большие предприятия строили, а самое главное, содержали в отличном состоянии бийские мемориалы. Сейчас, когда часть памятных мест передали на баланс города, ситуация изменилась. А сейчас мы с вами находимся на мемориале, который посвящен 30-летию победы Великой Отечественной войны. Почти 47 лет назад его устроили на улице Васильева, одной из самых многочисленных улиц города, прямо на остановке общественного транспорта. Однако вандалы не оставляют мемориал без своего внимания. Несколько лет назад пытались разрезать и унести цепь, которая ограждает мемориал. А сейчас он находится и вовсе в удручающем состоянии. Венки валяются, стелы то ли расстреляны, то ли разбиты, а памятные цифры оторваны. Как нам стало известно, часть мемориалов отремонтировали на средства федеральных грантов. Остальные лишь периодически подновляют в рамках благоустройства. В мэрии отказались предоставить информацию, сколько средств выделяется на ремонт памятных мест Бийска и есть ли план работ. Сейчас мы с вами находимся на бульваре Вали Максимовой. Эта памятная стелла героини Великой Отечественной войны появилась здесь относительно недавно. При этом бдительные знатоки истории сразу обнаружили несколько фактических ошибок. Бийские чиновники ошибки исправили. Зато теперь другая проблема. Несколько красных звезд отвалились, и их почему-то пока никто не ремонтирует. При этом при ближайшем рассмотрении оказалось, что звезды нарисованы губной помадой. Между тем, горожане считают, что властям следует обратить пристальное внимание на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Пусть прошло немало времени со дня ее окончания, но живы как непосредственные участники войны, так и их родные. Мы должны знать свою историю. Мы должны учить своих детей, своих внуков, через что мы прошли, сколько мы испытали. Мы рассказываем о своем детстве. Кстати, мы дети войны. Естественно, мы очень дорожим этими памятниками. Члены Совета Ветеранов говорят, что часто патрулируют городские мемориалы, и не раз им приходилось читать нотации молодежи, которая вела себя излишне фривольно. Памятники надо сохранять. Это наша история. И мы любим свой город. Любим памятники. За памятниками нужно ухаживать. И особенно, что-то недорабатывается где-то. То есть, больше, чтобы в школах работали с детьми. И не только дети, но и взрослые ухаживали за памятниками. В последние годы количество уроков истории в школах действительно существенно сократилось. Только обучающиеся в профильных классах могут похвастать углубленным изучением столь сложной темы, как Великая Отечественная война. Сегодня образование работает по стандартам. Система образования достаточно унифицированная. Поэтому преподавание предмета осуществляется в рамках не более чем 10 часов, в рамках учебной программы. Но ввиду важности этой проблемы, темы, скажем так, школа реализует не только в рамках урочной, а также в неурочной деятельности работу по этой теме. Речь идет про, во-первых, разговорах о важном, воспитательных мероприятиях, которые проходят на уровне как школы города, так и всероссийском уровне, как, например, диктант победы. И также индивидуально в рамках индивидуально-проектной деятельности, в рамках изучения истории моей семьи в Великой Отечественной войне. То есть тема, она достаточно личная получается для каждого россиянина. Если не хватает знаний в школе, можно посетить Бийский музей, где есть целый зал, посвященный войне. Однако администрации не стоит и забывать о том, как должно быть горько ветеранам, видеть облупившиеся ступеньки мемориалов, их разбитые стеллы и следы губной помады. Ксения Цапко, Андрей Сегаев, Илья Питков. День с толком.